Приветствую вас! Проблема в интимной жизни супругов. Человек пишет, что когда они жили в разных городах, то все было хорошо. Соответственно, как стали жить вместе, возникли проблемы, начались проблемы. Очень редкая стала интимная жизнь. И мужчина начал избегать секса. Придумывая разные оправдания. Дальше беременность началась у женщины. Соответственно, секс тоже стал редким, а потом и вовсе пропал. Вот. И женщина узнала, что мужчина смотрит, что сорвет пущу видео. В тайне от нее был скандал. И теперь она не знает, что делать. Ее мычают мысли о том, что он смотрит видео. Если смотрит видео, значит может изменить. Вот такие мысли у женщины. Значит, первое, что хочется вам сказать. Тот факт, что у мужчины пропало желание к вам, означает вашу родительскую позицию по отношению к нему. Ревность, это всегда про контроль, это всегда про желание быть сильнейшим видеть. То есть, недоверие себе. Директивы по отношению к мужу. Вот. В какой-то степени то, что вы устроили скандал, да, это же вы как бы говорите здесь о том, что волнует вас. И это нормально. Но вы не интересуетесь мужем. Они спросили его, почему. Что случилось, да? Вот. То есть ссоры. И ваша родительская позиция. То есть вы говорите ссоры социей, может быть ссоры социей, но поведение в ссорах необходимо корректировать. Потому что зачастую люди ссорами только разрушают отношения. Как это происходит у вас? Дальше. Ревность. С вашей самооценкой, страхом остаться одной, бесцениванием себя необходимо работать. Потому что то, что вы называете себя ревнивой, но при этом относитесь к этому как к чему-то нормальному, что ли, что ли, это вот на мой взгляд очень тревожный знак, очень тревожный сигнал. Здесь вы посылаете. Вот в принципе все. То есть вам в первую очередь нужно становиться увереннее в себе. Вам нужно перестать пытаться подстроиться в сексе под мужа. Вам нужно более откровенно и прямо говорить о своих чувствах. И вам нужно определиться с моделью женского поведения. Сейчас такого и модели женского поведения нет. Вот. Ну и повторюсь, самооценка у вас очень хромает, как и имеет место быть страх. Отказ от родительской позиции по отношению к мужу. Именно отказ. И переход к модели взаимоотношений взрослый-взрослый. Сейчас у вас этого нет, потому что есть ссоры. Когда люди общаются в контексте взрослого-взрослого, ссоры никогда не возникнут. Вот. Ссоры нужны в таких вот деструктивных отношениях для того, чтобы выплеснуть эмоции. Но об эмоциях и отсутствиях тоже нужно учиться говорить. В первую очередь вам. Если ваша мышь понимает проблему, можно вместе вам обратиться к психологу и начать работу. Если нет, то только вам. А вот, пожалуй, так. То есть, пока вы видите проблему в мыши, совсем обвиняете его, ситуация с мертвой точкой не сдвинется. Вопрос в том, хотите ли вы с ним дальше строить и налаживать отношения, остались ли у вас чистых минут. Да, поскольку вы беременны, то, возможно, психотерапия имеет смысл отложить до того, как вы родите. И спустя какого-то времени. Но если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете в себе желание, обращайтесь, я думаю, что можно будет с вами поработать по крайней мере до последних этапов беременности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...